Военно-политическая обстановка, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. Ну и, конечно же, главная новость этих суток, главная новость этого дня, это интервью Джо Байдена к изданию Time, где он фактически, ну, теперь уже я не вижу смысла даже в проведении ни форумов, ни там, ничего остального, потому что Джо Байден четко сформулировал формулу мира и дальнейшую перспективу нашей страны. Кстати, он на данный момент, самолет президента Соединенных Штатов, приземлился в Париже и он встретился, уже встречаясь с Эммануэлем Макроном. Там же будет встреча с нашим президентом Владимиром Зеленским. Сейчас во Франции будут проходить, они после встречи, они убывают в Нормандию, где будут проходить памятные мероприятия по памяти высадки союзных войск на открытие Второго фронта, памяти высадки союзных войск в Нормандии. В этом году ни легитимный Путин, ни делегация Рашистской Федерации приглашены на эти мероприятия не были. То есть, страны-коалиции разделят между собой память об этом событии в ходе Второй мировой войны. Так вот, по интервью, что же сказал Джо Байден? Джо Байден, в принципе, он сказал тоже, что, ну, например, я это говорю всегда. Я всегда говорил, что Украина никогда не будет членом НАТО. Мы будем стандартизированы. Мы будем на максимальном уровне организации взаимодействия с НАТО. Мы будем перевооружены на основные образцы вооружения НАТО. Ну, за исключением тех образцов, которые мы разработаем сами. Мы будем партнерами с самыми расширенными возможностями. Но членами НАТО мы не будем. Почему? Потому что нужна страна, которая будет сдерживать милитаристскую машину Рашистской Федерации. Пока будет существовать Рашистская Федерация, мы будем выполнять вот эту... Я так понимаю, это будет уже наша историческая миссия в плане противостояния Рашистской милитарной машины. НАТО никогда не будет воевать с РФ, о чем Байден и говорил еще в 22-м году. Он сказал, что Украине не обязательно вступать в НАТО для достижения мира. Но при этом Байден четко дал понять, что НАТО и страны Запада должны сделать все, чтобы не дать возможности Путину оккупировать Украину. То есть вопрос... Правда вопрос на сегодняшний день возврата земель открыто не стоит. Я так понимаю, что мы контрнаступательные действия вполне возможно, что проведем. Потому что еще один там по пятый уже пакет помощи готовится за последние два месяца для нашей страны. То есть техника и вооружение идут полным ходом. В Украину армия агрессора постепенно истощается, мобилизацию он не проявляет. Так что наша задача... У нас есть шанс сорганизоваться и провести контрнаступление. И на каких-то условиях практически начать переговорный процесс. Возможно уже не с Путиным. Но с Путиным вообще невозможно его начинать этот переговорный процесс. Он нелегитимный правитель Рашистской Федерации. Так что вот так вот Джо Байден обрисовал. Но в принципе это посыл больше даже не для нас. А для нас мы вот выделаем... Можно сделать вывод, что мы будем партнерами НАТО. Не более того. За нашей спиной будет стоять НАТО. Плюс поддержка западных стран. И мы должны быть настолько сильны и организованы, чтобы Рашистская Федерация никогда... Пять раз он повторил это слово. Никогда не могли... Говорят, это его любимое выражение. Никогда, никогда, никогда. Никогда, никогда. Никогда, чтобы Рашистская Федерация не смогла оккупировать Украину. Вот такой вот посыл. И этот посыл, мне кажется, больше направлен Путину. На сегодняшний день нелегитимному правителю Рашистской Федерации. Для того, чтобы он осознал всю серьезность ситуации. Разрешение на применение западного оружия практически не получили ответа со стороны Кремля. Потому что у Кремля нечем эскалировать ситуацию. Больше в бой вводить нечего. Сегодня Кремль даже начал активную деятельность по выкупу старого советского вооружения. У тех стран, которые СССР поставляло это вооружение. Но там речь идет, допустим, о Т-62, Т-55, Т-54 танках. Различные модификации, которые поставлялись и модернизировались под определенные страны, под определенные заказы. Сейчас Рашисты начали их выкупать. Так что, а и Байден тоже посыл такой очень четкий и серьезный. Что надежда Путина на то, что НАТО устанет, на то, что НАТО сегодня слабо как никогда. Байден сказал, что НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо. А Рашистская Федерация терпит стратегическое поражение, теряя кучу людей и ресурсов на фронте. Мир в Украине, сказал Байден, означает гарантирование того, что Россия никогда не сможет экупировать Украину. Вот это я в дословную цитату. В то же время членство в НАТО для этого не необходимо. То есть, ну вот такая вот у нас с вами перспектива. Надеюсь, Европейский Союз все-таки оставит двери открытыми для нас с вами. И мы в него в конечном итоге войдем как полноценный член. И дальше уже продолжим свое развитие в составе Европейского Союза. Что же происходит в Вашингтоне? А в Вашингтоне на сегодняшний день ожидается, что получит Украина на саммите в Вашингтоне. НАТО. Саммит НАТО 75-й юбилейный, посвященный 75-летию образования этого Североатлантического Альянса. Так вот, мы рассчитывали, если вы помните, после Вильнюсского саммита, после того, как президент Зеленский сделал заявление, что не пора ли нам предоставить план подготовки, точнее, не пора ли нам вручить приглашение в НАТО. И высказал надежду, что это может произойти в Вашингтоне. Так вот, в Вашингтонский саммит ожидается, что НАТО предложит Украине пакет мер безопасности, которые будут служить мостом к членству в Альянсе. Рассказала посол Соединенных Штатов при НАТО. Частью этого пакета будет язык, которым мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации. Частично это будет институционализация определенной двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине. И передача под командование ее, этой поддержки, под командование НАТО, сказала Джулиана Смит, посол США при НАТО. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот эти договора, которые мы подписываем со странами-партнерами, а это договора о сотрудничестве в оборонной сфере, это не договора о безопасности. Там про безопасность нет ни слова. Там есть про военно-техническое сотрудничество в оборонной сфере. И все эти договора подписываются сроком на 10 лет. То есть у нас есть прямые договора с каждой страной и я так понимаю, что формат Рамштайн плавно перейдет под командование НАТО. То есть сейчас он находится под управлением Соединенных Штатов, они главенствуют в этом формате. Но с перспективой на будущее, а вдруг сменится хозяин овального кабинета, так вот там и НАТО будет в подвешенном состоянии. Так вот, чтобы не обезглавить проект Рамштайн в плане поддержки нашей страны, этот проект сейчас хотят передать под контроль самого Североатлантического альянса. Это кстати есть даже положительный момент в том плане, что это демонстрирует то, что НАТО полностью перестало бояться Рашистскую Федерацию. Полностью. Если раньше они опасались, опасались дать нам хотя бы патрон, то сегодня альянс готов возглавить организацию и поставок военно-технического имущества и вооружения для вооруженных сил Украины. И я не удивлюсь, если и вопрос отправки инструкторов тоже начнется. Сейчас он решается пока что напрямую, там лидером продвижения этого вопроса или воплощения этого вопроса в жизнь является Эммануэль Макрон, президент Франции. Ну а почему бы и нет? Мы сейчас учимся на натовских полигонах, в том числе с натовскими инструкторами, отправляя наших военнослужащих в Европу или в страны НАТО. Как это там называется, это уже не важно. А сам факт, что мы осваиваем методики ведения боевых действий НАТО, методики применения вооружений натовские, переходим на стандарты управления войсками натовские. То есть фактически мы адаптируемся и стремимся стать в полном соответствии с странами или стандартами, именно стандартами НАТО. Для того, чтобы не было разницы, чтобы понимать все происходящие процессы и чтобы взаимодействие всегда было без проблем, без дополнительных организационных вопросов, решалось взаимодействие на любом уровне. Ну и продолжая уже тему Байдена, надо отметить, что там же в журнале Time в вопросе о Тайване Байден сказал, что не исключает отправку американских войск на Тайвань в случае вторжения Китая. Не исключено, что будет применена военная сила США. Существует разница между развертыванием на земле военно-воздушными силами и военно-морскими силами, заявил Джо Байден. Я объясню, в чем тут разница. Никто не собирается отправлять войска на остров Тайвань. Вот в чем дело. Но Соединенные Штаты сказали, что если Китай нападет на Тайвань, то военно-морские силы и военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки будут защищать Тайвань. Вот так вот. Без выхода на сушу. То есть, образно говоря, берцы американского солдата никогда не будут стоять на земле Тайваня. Они как бы... Ведь Соединенные Штаты, они не оспаривают территориальную целостность Китая. То есть, одна страна. Тайвань это Китай. Но две системы. Демократический Тайвань и тоталитарный Китай. Вот в чем, как бы, разница взглядов. Китай хочет одну систему. Одна страна, одна система. Тоталитарный Китай. Во главе с... Ну, сегодня председатель партии. Завтра он может стать уже китайским императором и возродить традицию транзита власти по принципу императорской семьи. Как это было раньше в древнем Китае. Вот такой отзыв дал Джо Байден. Сейчас Соединенные Штаты поставляют оружие Тайваню. Правда, в отличие от нас, поставляют сюда более современное, более новое вооружение. И часть сил флота и военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки готовятся, находятся в непосредственной близости от Тайваня. И в готовности заступиться за Тайвань, если, допустим, Китай начнет либо удары по Тайваню, либо попытка высадки морского десанта на остров Тайвань. Далее Италия пришлет нам еще одну систему зенитно-ракетного комплекса САМПТИ в своем следующем пакете военной помощи. Сейчас эта система комплектуется и готовится к отправке. Заявлено об этом было чуть ранее, но сейчас она уже комплектуется и готовится к отправке в Украину. Но напомню, что это первый комплект, это аналог Петриота, и это первый комплекс европейский, чисто европейский, это французско-итальянская разработка. Причем он есть в двух вариантах, французском и итальянском. И там очень интересный момент, что вся аппаратная часть и боевая часть этого комплекса, она абсолютно одинаковая. А шасси всех машин комплекса абсолютно разные. У итальянцев итальянские, в основном и века, а у французов, по-моему, если мне не изменяет память, по-моему, Ситроены. Является основным базовым шасси для этого комплекса. Это первый европейский комплекс, который способен сбивать аэродинамические и баллистические цели. То есть он может сбивать самолеты и крылатые ракеты и шахеты на дальности до 50 км. Радиолокационная станция у него видит до 60 км. А баллистические ракеты, ракета Астр-30, у него такая есть, он может сбивать этот комплекс на дальности до 25 км. То есть довольно, ну, в принципе, у Патриота примерно такая же по баллистическим целям. Очень сложно сбивать баллистику, поэтому особенность комплекса состоит в том, что у него очень короткое время реакции. То есть с момента засечки цели до выхода ракеты 10 секунд. И когда комплекс работает в автоматическом режиме. И еще один нюанс. На одной пусковой установке 8 ракет находятся, то есть 8 контейнеров. У него контейнерного типа пусковая установка. И эти, опять же, 8 ракет могут произвести, практически выстрелить можно с залпом. Одновременно по 8 целям. 8 ракет, 8 целей. Залп будет длиться тоже 10 секунд. Вот такой вот комплекс сам Ти. Это будет второй комплекс, который мы получим от Италии. Мы их получаем. Предыдущий тоже был итальянский. Франция давала ракеты, а Италия давала нам комплекс. Теперь у нас будет второй. Кстати, если... Вот тут интересный момент. Дело в том, что этот комплекс, он самый современный на сегодняшний день в Европе. Естественно, он способен работать, интегрироваться для работы с средствами дальнего радиолокационного обнаружения. То есть, типа системы АВАКС. Что нам передают наши партнеры шведские? Они нам передают два самолета системы АВАКС. Это шведский вариант, но тем не менее, дальность там 350-400 километров виденья. Так вот, с системами АВАКС, дальность обнаружения и сопровождения целей для этого комплекса может быть увеличена до 120 километров. Кстати, и ракету они там увеличивали тоже в два раза, также до 120 километров. Вот ракета АСТР-30 сейчас, последняя модификация, проходит испытание с увеличенной дальностью более 100 километров на сегодняшний день. Так что, видите как, я так понимаю, что вот эти два АВАКСа, которые нам передают, будут работать в режиме нон-стоп в плане контроля за нашим воздушным пространством от атак. И обнаружение, наведение нашей авиации на цели, которые, на цели воздушно-космических сил Рашидской Федерации. То есть на самолеты, особенно, которые несут КАБы. Ну, пока до стратегических бомберов мы еще не добираемся. Если нам дадут для F-16, точнее, если нам дадут F-16 вместе с ракетой на 300 километров, то тогда мы можем еще подумать и о Ту-95 или Ту-22, чтобы их тоже позбивать в воздушном пространстве Рашидской Федерации. Чтобы они не докучали нам своими ракетными ударами. Далее, страны НАТО готовят ответ на российские акции саботажа в Европе. В Европе начали распространяться так называемые акции саботажа, которые сопровождаются срывом каких-то мероприятий, поджогом каких-то офисов, складов или производств. И, соответственно, информационной атаки на политиков, на политические партии и движения. То есть, Рашидская Федерация развернула такую массивную подпольно-диверсионную деятельность на территории стран Альянса. Для того, чтобы не применять статью 5 о взаимной обороне Альянса, они готовят такой, будем говорить, асимметричный ответ. Введено, скорее всего, будет введено ограничение против дипломатов Рашидской Федерации. То есть, мы ожидаем высылку. Во-первых, высылку, большое сокращение количества дипкорпуса Рашидской Федерации в странах Альянса. И плюс ограничение их перемещения по стране. Вот как сделала Польша. Они могут находиться только в тех местах, где проживают и работают. Все, больше нигде. Единственный, кто может свободно перемещаться по территории Польши, это посол. Ну, посол это лицо неприкосновенное во всех отношениях. Так вот, дипломатов собираются они ограничить. И проведение информационной кампании внутри России о том, во что ей обходится война против Украины. То есть, западные средства информации начнут массированную информационную кампанию, задачей которой будет рассказать, что на самом деле происходит в Украине. Насколько это кровавая война, насколько она захватническая, насколько Рашидская армия ведет себя еще хуже, чем Гитлеровская армия. И что, как говорил Черчилль, будущие фашисты будут называть себя антифашистами. То есть, вот это вот, и какие затраты, почему инфляция такая большая, почему цены растут в Рашистской Федерации, почему бензина уже не хватает на заправках, есть перебои с поставками. Вот это все они будут доводить любыми средствами информации. Слушайте, возвращается прям холодная война. Я больше чем уверен, что сейчас, в первую очередь, что сделает Рашистская Кремль, Рашистское командование или нелегитимный Путин, это прикажет включить глушилки, если они еще есть, достать их с откладов, глушилки на различных частотах, чтобы заглушить информационные агентства, которые будут вещать на территорию Рашистской Федерации. Запретить вещание они не могут, как бы сегодняшние технологии позволяют покрыть всю поверхность земного шара вещанием различных средств массовой информации. Но, наверное, будут ставить глушилки, особенно в больших городах, как это было в советское время. США и Европейский Союз ввели санкции против компаний и физических лиц в Иране, причастных к производству ударных беспилотников и передаче их Рашистской Федерации. Санкции введены против четырех организаций, связанных с компанией Рейн Рош Афзар Компани, а также против руководителя организации авиационной промышленности Ирана, которая осуществляет надзор за производством этих беспилотников. Так что, ну, не оставляют без внимания все-таки Соединенные Штаты и Европа стараются бороться и вводить, видите, первичные санкции, потом вторичные санкции, потом еще санкции, уже персональные санкции против компаний и их руководителей. Но в любом случае санкционная политика продолжается. Кстати, Соединенные Штаты поднимают вопрос, особенно перед партнерами, перед Европейским Союзом, что санкции против России не должны быть отменены в случае приостановки боевых действий. Только до полной победы, до полной выплаты Украине всех репараций со стороны Рашистской Федерации. Только тогда может ставиться вопрос о снятии санкций и тогда может ставиться вопрос о выдаче, о возврате или разморозке тех средств, которые на сегодняшний день заморожены на территории Соединенных Штатов и европейского, и стран Европы. Так вот скажем, это будет правильнее. Так что, так что работа идет. Ну и несколько новостей из Запоребрика. Что же творится на болотах, что происходит в Аркастане. Видимо, последние события последних недель, а может быть даже последнего месяца, говорят о том, что убедили, точнее, Рашистское командование, что мы готовимся к удару по Крымскому мосту. Тут секрета никакого нет. Да, действительно, мы готовимся к удару по Крымскому мосту. Когда и какой он будет, это будет сюрприз для Рашистского командования. Но в Кремле уже озаботились этим, и сейчас началась срочная переброска дополнительных систем ПВО в район Керчи, в район самого моста. Кстати, надо отметить, если москвичи не знают, москвичи и жители Московской области, что кремлевский нелегитимный Путин дал разрешение снять часть систем ПВО, особенно С-500 и С-400, с воздушной обороны Москвы. Их перебрасывают на Керчь, для того, чтобы сохранить мост. То есть, он спустится в бункер, ему по барабану, а вы, как хотите, Сомянин вам тревогу не объявит, он упорно не хочет нервировать москвичей, поэтому вы даже не знаете, когда у вас ракетная или дроновая опасность, когда у вас воздушная тревога. Для вас это будет сюрпризом, если такое произойдет по военным объектам, а в Москве их очень много, вы знаете лучше всех, где они находятся и какие объекты там находятся. Но противовоздушная оборона, мост оказался важнее, чем Москва и Московская область. Оттуда снимают самые современные комплексы С-500 и С-400 для прикрытия путинского моста. Также выставили старые баржи вдоль моста, так называемые боновые заграждения. Эти баржи связаны между собой, они забуеваны, то есть, чтобы они никуда их не снесло. Между ними сетка на определенную глубину стальная из арматуры сваренная, притоплена, чтобы дрон не мог даже поднырнуть под эту баржу. И таким образом, там уже 9 барж установлено, они закрывают опоры моста с воды. Пытаются их защитить. Ну, некуда тратить деньги, слишком много средств ПВО, пожалуйста, делайте. Как будет мост уничтожен, даже себе не представляете, какой это будет сюрприз. Далее, по оценке специалистов, одни из нескольких последних появлений Путина, нелегитимного Путина на людях, показали, что он вернулся опять к ношению бронежилета. Тот Путин, который ходил экзокорсетом, помните, говорили, что там из пиджака торчит, но у него там и рука правая практически не двигалась, и ходил он так, ну, почти прихрамывая. Этот же бегает и прыгает очень резво, поэтому никакого экзокорсета на нем уже замечено не было. А вот специалисты говорят, что одно из последних видео появления Путина говорит о том, что на нем бронежилет. Под костюмом, под пиджаком бронежилет. Видимо, ситуация ухудшается, и как серпентарий начинает оживать, и змеи начинают пожирать друг друга. Соответственно, неспроста Путин, у которого одна из самых, ну, считается, советская, еще советская школа охраны первых лиц, она была одна из лучших. Входила там, как минимум, в пятерку лучших в мире входила личных охран, лидеров государства. Ну, видимо, все-таки решил приодеть бронежилетик на всякий случай, а вось спасет. Ну, не знаю, как, поможет, не поможет, но сам факт, что на открытом воздухе, на открытых публичных мероприятиях начал носить бронежилет. Так говорят специалисты по форме той одежды, которая была на нелегитимном Путине. Ну, и экономический форум, вот это, наверное, можно назвать вишенкой на торте. В Санкт-Петербурге, опять же, пройдет ежегодный экономический форум, и огромная радость, приедут 45 стран мира на экономический форум. Ну, не думайте, что там приедет Франция, Германия, Соединенные Штаты или даже Китай и Индия. Нет. Там заявили, в Кремле заявили, что приедут президенты Боливии, Зимбабве, Республики Сербской, непризнанной Абхазии, премьер-министр Центрально-Африканской Республики. Ну, и дальше вот такой список можно продолжать. Я, скорее всего, будет, ну, наверное, большая часть из тех стран, где 21 страны, где расшисты вербуют наемников. Кстати, там уже тоже проблемы огромные с вербовкой наемников. Я вам говорю, что выплачивать миллион, это 10 тысяч долларов по сегодняшнему курсу, даже чуть больше подъемных за подписание контрактов. Так вот, сегодня иностранным наемникам уже предлагают 20 тысяч долларов за подписание контракта с вооруженными силами Рашистской Федерации. И то желающих становится все меньше. Ну, может быть, вот заодно Зимбабве, Боливия, ЦАР привезут своих наемников или достигнут договоренности с Рашистской Федерацией о разрешении вербовки и передачи непреследований граждан, которых будет нанимать Рашистская Федерация для участия в войне против Украины. Рашистская Федерация для участия